Ну, я думаю, что верится и надеется, что Дима Алиева, ой, простите, Михаил Коляда, он сможет побороться за медали сегодня. Я думаю, что он постарается сделать все для того, чтобы подняться на подиум. А Растуш сказал про Диму Алиеву, что он тоже, надеюсь, сможет подняться после вот этого не самого удачного начала сезона. В психологическом аспекте, я думаю, в большей степени. Серебряный предел чемпионата мира Юма Кагияма начинает свою произвольную программу. Музыка к фильму Гладиатор. Музыка к фильму Гладиатор. Музыка к фильму Гладиатор. Музыка к фильму Гладиатор. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Почему-то начал бояться совершить ошибку. И вот с этим настроем он вышел на короткую программу и совершил действительно две грубые ошибки на прыжковых элементах. Но, ребята наши, учитесь. Собрался, вышел и сделал. Все. Здесь мы выполняем не те элементы, которые мы буквально сегодня с ними познакомились. Эти четверные тулупы и, простите, четверные сальхвы мы делаем уже на протяжении нескольких лет. Ну, проявлять бойцовские качества. Наши девушки сегодня вышли, да, были какие-то помарки в коротких программах. Правда, не у всех. Но сегодня что мы увидели? Увидели просто настоящую, простите, опять же, назовем слово, настоящую войну на льду. Мы увидели эту борьбу. Ну, так гладиатор же. Ну, можно под любую музыку кататься, ставить другую программу. Я говорю о тех элементах, которые показал сейчас Юма Кагияма. И заслуженно он занимал вторую строчку на чемпионате мира. И мне кажется, они что-то поменяли. Причем мы видели, как он перекручивает четверные прыжки. Например, он перекрутил вчера четверной сальхвы. И поэтому сегодня в произволье начал как раз четверного прыжка. Затем сделал один из тройных элементов. А потом, когда уже типа подустал немножко, он пошел уже штурмовать и тройные аксели, и четверные. То есть ты считаешь, чтобы не перекручивать? Ну, парень зверь. В хорошем смысле этого слова. Еще раз повторюсь, браво. Браво. И мне в данный момент, когда мурашки возникают, и мы сейчас не находимся в Турине, в ледовой арене, но это такое наслаждение видеть вот такие выступления. И мне в данный момент, хоть он и представляет страну восходящего солнца, мне обидно, что вчера он допустил такие ошибки. Потому что он заслуживает, безусловно, подиума и высшей ступени его. Вот сейчас он сидит рядом со своим папой. Это Масаказу Кагияма. Ну, а это оценки Юмы. 197,5. Это больше, чем было у него на чемпионате мира. И вот сейчас, Леш, у меня вот какие аналогии. Скажу перед тем, как ты проведешь их. Турнир нельзя выиграть короткой программой, но проиграть турнир можно короткой программой. Вот сейчас у меня возникает вопрос. А можно ли выиграть с седьмого места? Отставание это было всего лишь 17 баллов. Для мужской, произвольной, это все.